Приветствую вас и, к сожалению, золотая середина в том, что с мамой, с родителями нельзя бороться. Золотая середина в том, что ваша дружба с мамой была такой формой дружбы, когда люди друзья только до тех пор, пока один делает так, как хочет другой. Вот пока вы были той, кем мама хотела вас видеть, вы ее устраивали целиком и полностью, да? Как только вы свое поведение сменили, тут же для вашей мамы вы стали плохой. Ну, неплохой может быть, ну, там появились скандалы, да? Вот. И это нормально. Нормально. Ненормально то, что вы хотите своей маме угодить. Вот это ненормально. Помимо того, что ваша мама ревнует и, скорее всего, не примет ни одного из ваших парней, кого бы вы не выбрали, ну, просто потому что... То есть, без какой-либо причины, а просто потому что... Вот. Так кроме этого, ваша мама совершенно очевидно через вас пытается реализовать какие-то свои... там, ну, свои нереализованные желания и так далее. Вот. Что делать в этой ситуации, спросите вы. Как поступать в этой ситуации, спросите опять же вы. И я вам отвечу. Прещать вам. Понимаете, это тот случай, когда нужно делать выбор. И это тот случай, когда правильного выбора, по сути-то, дела и нет. Потому что что бы вы ни сделали, какой бы выбор вы ни сделали, всегда будут недовольны. Просто потому, что так бывает. Очень многодетская позиция. Постараться угодить всем. Всем угодить нельзя. Если пытаться угодить всем, то можно раствориться в себе. То есть, простите, раствориться не в себе, а раствориться в других. Раствориться в других можно. И ничего не останется тогда вам. Ничего не останется тогда для вас. И самое главное, самое главное. Понимаете, не будет никакой ценности. Не будет никакой ценности для вас. В жизни. То есть, какая ценность, если вы, по сути дела, да, если вы, по сути, живете не собой, не своими желаниями, не своими приоритетами. Понимаете? Поэтому нужно сделать выбор. Либо в пользу мамы, либо в пользу папы. Но скажу так, что ваша мама, она никуда не денется. Она всегда будет с вами. Она нещебна. Ваша мама. Ну, она может, там, ругаться на вас, она может поскандалить, но она никуда не уйдет. Она будет с вами всю жизнь. И рано или поздно она, по большому счету, примет вас. Она примет вашу позицию, она примет ваш выбор. У нее не останется иного выхода. А вот своего парня вы можете потерять. И потеряв своего парня, действительно его потеряв, вы можете закрепить негативный триггер, когда ваша мама будет как бы против того, что вы с кем-то встречаетесь. И негласно будет определять вашу дальнейшую личную жизнь. И вот я не думаю, что для вас это хороший расклад, хорошая идея. Правильное развитие событий. Скажем так. Вот. Я думаю, что для вас это наоборот. Развитие событий, в общем, негативное. Как это мне, вот, видится, да? Вот. Поэтому решение принимать вам, как поступать в этой ситуации, решать, опять же, вам, но приняв выбор, значит, вам нужно уже не оглядываться. Вот. Если вы сделаете выбор в пользу молодого человека, то маме нужно будет просто сказать о том один раз. Что, мама, я тебя очень люблю, я знаю, что ты любишь меня, поверь мне, это мое счастье. Вот то, что происходит сейчас, это мое счастье. Вот. И мама со временем вас поймет, если любит вас. Вот если действительно она вас любит, она поймет. Она поймет, что для вас это ценно, она поймет, что для вас это дорого, она поймет, что это то, чего вы хотите. Действительно. По-настоящему. Но это нужно время. Потому что она пожилой человек. А ссорясь и скандали с ней, вступая с ней в конфликт. Вы показываете ей, что сомневаетесь. Сомневаетесь, например, в себе, сомневаетесь, например, в своем выборе и так далее. Не нужно этого делать. Не нужно показывать, что вы сомневаетесь в том, что выбираете. А потому и спорить, ссориться не надо. Хочется она ссориться, пускай. Вы на это не покупаетесь. Вы на это не попадаетесь. Вот. Просто для себя решите, что она так о вас заботится, как умеет. Как умеет. Вот. И выбирайте своим умом. Делайте выбор сами. Это довольно инфантильное повисение, что хочу всем угодить. Вот. Ну понимаете, ну просто поймите сами. Ну не будете же вы все время маме угождать. Да, ну. Как бы она, она... У нее свое видение ситуации. У вас свое видение ситуации. Нормально это? Да, вполне нормально. Абсолютно нормально. Вот. Так что... Подумайте об этом. Так следует. Вот. Если тяжело, если не можете, если вину вы испытываете перед мамой, то с этим нужно работать уже более попробовать. Ну так вот на скидочку скажу, что вам нужно выявить посыл, который вам ваша мама дает. То есть какой посыл у нее к вам? Для чего она все это делает? Для чего она пытается вас как-то вот направить на путь истины по ее мнению? Для чего? Для чего? Зачем? Чтобы что? Посыл какой? Идея. А форма? А форма какая? А подходит вам эта форма? А какая бы она могла быть? Знаете, да, направление мыслей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!